что странно японцы они именно крестовую они эти шестигранники там кучи и вот эти крестовые я все благодаря тому что я наконец-то поставил какие-то черные видите она уже все помялась да кошак ты наконец-то купила давайте я снова закрою чтобы показать как она была даже не думайте что это глянцевое стеклышко у вас всегда будет не она будет такой замахслюканной как этот ноутбук и я его даже по-моему уже все почистил чтобы было показать вам красиво видите баланс причем видите не симметрично питометрик фон unbalanced input select фильтр low high и output select фон rca а тут светодиоды тут аж по 3 был вот эта коробочка фортикс там комплектуется блок питания 12 вольт и кабель осб еще бумажка бумажка я вижу же обоссали перед тем как stalker отправить чтобы он страдал а может это кошак я считаю что ты меня ненавидишь инструкции никогда не помещается трот внутрь или на поверхность нагревательных приборов то есть никогда не так на класс а усилитель и лампа усилитель так тут нету технические параметры там тоже нету нету дизбук он тоже нету я думаю что на сайте где-то есть нас будет 1 5 ну где-то нас ватт а вот это англии мод он уфф интересно тут флешка micro sd usb дигитал и аут ну наконец-то аут есть ну еще опыта рц в общем примечательно то что это сделано все таки made in japan то есть она полностью сделана в японии и вот эти вот наушники тоже фолстикс мастер дроп фолстикс т-хо это вот эта модель и еще туда фолстикс т-50 давайте сначала про усилитель потом про наушники вы видите вот это дроссель 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 реле балансный выход это не балансный выход конденсаторы не чекомьюз не чекомьюз не чекомьюз или нет это контроллер для программистов а вот кабели для светодиодных индикаторов самая пакость в том что они совместили выключатель и громкость настолько это бесит как в советских черно-белых телевизорах щелкаешь и скрипи и скрипи и скрипи и скрипи потому что все время когда выключаешь ты все время изнашиваешь этот регулятор точно так же как вот это вот сделано я никогда его не получаю делал его дельный выключатель чтобы не нашел регулятор так что я никому не советую использовать выключатель вот такого способа я вижу тут бурление коричневого 1792 1792 два операционного усилителя причем это тоже японский жерцы вас 114 тоже 214 это тоже 214 вот то же то же самое что вот эти вот 214 вроде там тоже такие же цвет спдив это какой-то ак4118ае это контроллер контроллер лв насколько я догадываюсь что это двухуровневое питание с отрицательным потому что для операционников на стеки минусовую ну и для усилителя тоже усилитель у нас lv565а идет вот а 61 вот он нашу усилитель то есть вот так посмотреть 612 0 а 2 самое популярное везде вот где цапы используются вот такой вот усилитель ставят говорят что она зарекомендованным для самых самых хай фай выше него только есть есть про транзитерный отдельно дискретный усилитель а их тут две а все-таки для балансного и я так вижу что сотка 100 100 100 это наверно выход на 100 ом на резистор блин это плохо надо проверить по два один три четыре флэш sd драйвер вот тут можно будет загрузить в какой-то файл она будет рассчитывать фигу я знает ну что ж давайте посмотрим читый японский звук как оно такое стоило только завинтите и сразу так а вот как это какие то следы изнасилование и вот опять вот чистенько а вы думаете что это в храбе фиелия ауди фиелия это как женщина она вас научит вытереть пыли да баба раб интересное решение фирритовые сердечники замотанные провода да смойте 1 5 ампер он не фуе у не фиби чина для бы им почему чина япония же было кошак может и салфетка пока помешь сижу я на что вы пью кофе чай и смотрю вот на эту дырку и думаю куда это применить вот я понимаю там конечно что балансный выход она конечно лучше но как куда если взять напустим вот это наушники студийные шури 840 у них обычный джек три точки взять вот эти из-за динамик тоже три точки взять вот это там тоже кабель три точки снимается взять вот это а где-нибудь сороковая сороковая да где же будет будет дыркович тут тоже три точки блин опять грязно то тебе нравится когда я чистить и да я же баба раб да в общем я конечно понимаю что так все круто но разъем вам нравится мой enter да я знаю что тебе нравится да блин как там где там обнаружено нового устройства нет фортикс прямую трансляцию показывает что что происходит с моим ноутбуком это так важно для всего мирового сообщества потому что ни у кого такого нету прямой трансляции единственный очевидец которая покажет вам всю реальную правду никакой продажный блогер вам не покажет такие вещи аудио устройство не там миллион подписчиков не там тысячи подписчиков только я stalker покажешь как получается xp у всех там уже линус винда 7 9 8 а у меня xp блин даже тут грязно честно нажимаем кнопки а и о сразу видно что я не грамм он иначе в этой асд все потерли бы сразу в общем не обнаружил нового устройства 8 мегабайт ну что там английский или же по мнению не менее не только это я не хочу чтоб там нюхали трусы я согласен там здесь не будет напитно что что я должен понюхать что нить но в версии 2.2 1 меню не приходит никакой реакции нету а вот это будет не только что там что там хотя бы все это будет или нет но в версии 2.2 1 у меня ничего не происходит никакой реакции нету а вот это 2.03 старая версия она работает что-то тут появилась все равно продолжить вот появилась докладка фортикс фортикс он не стал и я не хочу фортикс аудио буфер преамп 2013 год все богу богу вот 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 он все то танк и надо пусть линия либо 2 вольта либо 6 вольт я точно были на 5 тут же захват 4400 звука нету нужен хай высокое напряжение все отлично работает обычно если 20 процентов потребления как у емушки то значит будет 24 бита а если как 10 9 или 8 то как realtech 16 бит надо было проверить 130 дециблю это 16 бит драйверы будут на 16 бит а то и палочки она как раз даже и совпадает с теми что было на статье хобот и сейчас попробуем нажать на фильтр номер 2 вот я вижу фильтр номер два вжик и все уменьшить импульс на характеристику потому что на самых самых частотах там на верхних где-то плеск там такая пружинка а вот это вот снижает плеск и примерно становится на этом месте без пружинки фильтр первый вот такая пружинка мужик и пружинка а вот фильтр второй пружинка меньше и больше здесь меньше поэтому если вам это нужно чтобы такое работало то вот туда высоких будет меньше зато меньше пружинки один высоким больше зато не больше пружинки шага ты бы че чтобы ты выбрал пружинка один или пружинка 2 но я так вот когда прослушал в полки свете фортик свете фортикс потом щелкал потом мы снова так называл и щелкал чтобы не прилить включено и выучено когда мне скоро так щелкаешь то уже забываешь что было включено что было выучено и я думаю что надо просто поменять аудиофизик кабель и должны быть подставки под кабели деревянные такие березки тогда можно будет что-то услышать более явственно а так я слишком больше ответственно чтобы я мог что-то сказать поэтому я оставлю все аудиофайлы которые прогонки делаю и вы можете послушать программу тест сигнал фортик аудиоплеер тире аудио как одна палочка ммм да ну здесь как то не очень но мы вот это еще посмотрим вот давайте следующую картинку вы видите вот это похоже на импульсный блок питания самым микроскопически вылезают на 130 децепрошна сбит его бы не могли увидеть а если бы немножко пути 24 бита ну там 140 то этой палочки уже были уже более видно хорошо снял фиртовый сердечник проток выпрямим чтобы электроны на углах не терялись ни хрена не поменялось я не вижу разницы 1 кГц палка все равно есть вот это все равно есть я не вижу разницу немножко по-другому расположены ну наверно да что-то больше не могу сказать что это хорошо или плохо но на балдашник я на проводах потому что она всегда такая ночь как аудиофилии когда ты знаешь что она есть то ты уже слышишь что она отталу лучше а может нужно можно намазать надо сопротивление 300-го ома падение громкости как оказывается минус 3 дБ то есть без нагрузки ровно 0 дБ с этим на минус 3 опустилась то есть примерно сопротивление внутренней где-то около 10 Ом поэтому там резистор был который 100 там наверно как раз ей обозначает что 10 ну и вот и собственно вот такая получается что 10 Ом и вот видите вот чуть-чуть приподнялась давайте в предыдущую посмотрю видите вот здесь вот прямо в клетку видно 30 дБ вверх ну вот и вообще настолько ему легко с такой нагрузкой 32 Ом но минус в том что все-таки у него есть резистор не чека не падает так что у него нет конденсатора он напрямую выход и усиливает плюс и минус у него получается как по резистору 10 Ом и 10 Ом и суммарно когда они выходят и выходят по 10 Ом они суммируются как уже 2 Ом так что даже не знаю повезло ли вам или нет и так что надо было кашка подвать подумать над этим кошак а почему я когда поменял на РЦА кабель вот этот есть второй появились какие-то шумы а вот этот выход наушниковый там таких шумов нету почему а нажали пошел процесс вов 192 смотрите 192 кгц фильтра 1 фильтр 2 никакого разница я не увидел попробуем туда вот так что ли но может белый фильтр 1 высоко выше а зеленая чуть ниже ну вот это я не знаю я думаю что аудифилы хорошо слышат если они даже слышат разницу проводов это где-то на 100 кгц вот полезный сигнал это шумы этой чуть-чуть вырезает но пофиг импульсные какие-то это скорее всего блок питания либо импульсное блок питания либо что-то еще ну что ж подвием итоги выход РЦА у меня не очень получилось но все равно уровень шума намного ниже чем чем кошачье ухо ну вот и вот выход более нормально видите в советский провод она всякие меньше искажений вносит чем вот это вот вот так говорят что она сушит звук сушит поэтому не советую видите там лыжная мазь вот здесь промазал и закрыл чтобы она не высыхала я оставлю все аудио файлы с набором фильтр 1 фильтр 2 слушайте до строчки вам нравится не нравится сами думайте а я буду слушать музыку и так давайте посмотрим что проняется между вот этот наушник и вот этот тоже фирма фостикс у меня было когда-то очень давно мк-1 когда рыжих проводов не было и вот эта медная вот эта она более такая как вот медь то чихай вот как видите был такой сильный глубокий провал на в верхней середине звучит очень такой гулко прямо блеводный такой звук что я не хотел даже анализировать причем я смотрел там форме и так говорят что вот такой настоящий звук для старого рока для винила в общем чтобы там не говорили мне все равно это блеводный звук но сейчас вот мк-3 был мк-1 а сейчас мк-3 я не знаю что было мк-2 но вот мк-3 вообще другой звук верно так сильнее задемпифировали что в верхней середине немного поднялось а нижней середины немного опустилась вот видите в старой версии амбашюры налезали вот сюда вот сюда налезают а в новой версии амбашюры туда внутрь входящие намного стало больше такого много высоких и нижней середины в день больше именно середина хорошая а день немного уже провалено получается как бы вот такая вот тихо вот здесь вот на амбашюрах заметно что там настоящий поролон видите желтым цветом это настоящий поролон как в диване твоем ты вот на чем на чем спишь вот на этом поролоне или на какой ему лет хватит но такой поролон я уже ненавижу они все время сплющиваются и потом рушная раковина ложится прямо на этот динамик и будет болеть в ушами я ненавижу поролон и но но они все равно присобачили